Приветствую всех на канале Google. Сегодня записываем подкаст о великих клубах. Сегодня клуб Барселона. Сегодня спикеры у нас Евгений и Роман. Здравствуйте. Всем привет. Ну, начнем с стандартного вопроса. С какого момента начали интересоваться Барселоной, болеть за Барселону. И поехали дальше. Рома, с тебя начнем. Так, ну, так получилось, что, в принципе, с этого я начал смотреть, в принципе, за клубным футболом. Вот. Было это так. Как-то однажды вечером, щелкая каналы на телевизоре, я долистал на 7 ТВ, увидел, что там начинается какой-то футбол. Футбол мне тогда не сказать, что очень сильно интересовался. Но как бы это 2004 год, получается, наша сборная отобралась на Евро 2004. Вот отборочные матчи какие-то последние я уже смотрел, стыковые, с полицейским тоже смотрел. Вот. А до этого как бы, в принципе, только футбол сборных и смотрел. Причем на чемпионате мира 2002 года, например, только в финал, после того, как наши вылетели. Вот. Это просто достаточно важный контекст, потому что вот я смотрю, на 7 ТВ начинается футбол, там объявляют составы. Я думаю, о, Роналдо, о, Зидан. Прикольно. Типа, крутые ребята. Потом являет состав второй команды. Я так, ага. А тут Рональдинио и какие-то ноунеймы. Ну ладно, посмотрим, что будет. И комментатор еще тогда, я помню, сказал фразу, которая у них периодически проскакивает, про то, что сегодня такой матч, что можно не говорить, кто в какой форме играет. Я подумал, вот блин, ну так-то сказал бы вообще-то. Вот. Ну получается, что вот тогда весной 2004-го, незадолго до Евро, я попал на классика. В принципе, игра каких-то ноунеймов Рональдинио мне сразу понравилась. И как-то с тех пор я начал симпатизировать Барселонию, стараться смотреть программу. В газетах тогда еще она была. И если там играла Барселона, смотреть на ее матчи. И как бы чем дальше, тем больше мне все это нравилось. Ну можно сказать, что ты с того момента стал болеть за Барселону. Ну в общем, да. Женя, расскажи, как ты познакомился с Барселоной. Я болею за Барселону позже Романа, чисто в силу возраста. То есть я сразу хочу сказать, что меня нельзя назвать болельщиком Барселоны. Я скорее персональный болельщик Месси. Месси это любимый футболист еще с далекого детства. И за него я обречен на симпатию к Барселоне. Светить за Барселоной более-менее активно я начал со времен Гвардиолы. То есть это примерно где-то 2009 год, наверное. Впечатлял, помимо Месси, впечатляла их знаменитая игра того времени. Красивый футбол. И вот как-то вот это в совокупности заставляло за ними наблюдать. Что касается таких первых матчей, наверное, я бы выделил скандальный матч 2009, по-моему, года с Челси. В Ребе. Да, бенефисов Ребе. Это было драматично. Да. Я с Барселоной познакомился как раз таки тоже. В 2004-2003 год был. Как раз за Барселону играл Патрик Клюверт. Тогда еще в Тобольске продавали у нас формы первые. Начали продавать. И отец мне подарил форму голландской сборной Патрика Клюверта. Я вообще не понимал, кто это вообще. Ну, потому что я за Барселоной точно не следил. Я вот как раз таки английский футбол знал за счет 7 ТВ и Елагина. В Барселоне практически ничего. И как раз таки в матчах Лиги Чемпионов я его пару раз и увидел. Потом понял больше вник в историю. Это уже было более позже по времени, по хронологии. И понял, что это один из лучших игроков тех времен в Барселоне, который находился. Ну, я так помню, он пришел при Луи Ван Галя еще из Аякса. Теперь вопрос к Роме. Рома, скажи, есть ли у тебя любимый тренер с того времени, как ты болеешь за Барселону? Я думаю, я не буду оригинален. Лучшая Барселона, которую я видел, была во времена Гвардиола и собственного Гвардиола. Если надо выбрать любимого тренера, то как бы однозначно он. А чем хуже был у Барселона Луиса Энрике, когда в 2015 году Барселона всю эту Лигу Чемпионов взяла с связкой МСН? Там как-то за счет именно звездности этой связки, ну и того, что он был позже Гвардиола, еще рука тренера прослеживалась как-то не так сильно. Гвардиола-то, в общем-то, после рекорда команду перестроил достаточно существенно. Ну, хотя как опять-таки достаточно существенно. В Барселоне, в общем-то, свой стиль, который прям существенно не меняется уже, я точно не скажу сколько. Ну, со времен Кройфа. Ну да, да, со времен, когда я тренировал Кройф. Но в целом как-то, повторюсь, влияние Гвардиолы на футбол, в который играл Барселона, со временем, кажется, все-таки несколько больше. Хотя к Луису Энрике больших претензий у меня тоже нет. Во времена МСН, в общем, тоже было. Часто было очень приятно смотреть, но самое большое удовольствие, наверное, было все-таки во времена Гвардиолы. Женя, вопрос к тебе. Что скажешь о сравнениях Месси и Роналдинио? Можно ли их сравнивать вообще как футболистов, как эпохи две? В чем-то можно сравнивать, в чем-то нет. То есть, если его и называли на тот момент наследником Роналдинио, и сам Роналдинио Месси, можно сказать, наставлял, когда Лео был в начале своего пути, то как эпохи, наверное, все-таки эпоха Роналдинии, если она и была, то она закончилась очень быстро. А эпоха Месси, дефис Роналду на сегодняшний день, еще не до конца ясно закончилась она уже или нет, но в любом случае это эпоха очень большой длины, так скажем. Поэтому все-таки здесь сокровно сложно достаточно ставить. По таланту я не спорю, оба футболиста невероятны. Но кого бы ты выше поставил по таланту? По таланту? Это сложный вопрос. Я имею в виду, что Месси превосходит именно в том, что его история долгой оказалась. Рома, твое мнение, Роналдинио и Месси можно ставить на одну чашу весов? Для меня это тоже сложный вопрос, особенно еще и потому, что в принципе я начал болеть за Барселону, когда Роналдинио там уже был и в общем в своем расцвете показывал свою лучшую игру. Поэтому вот по впечатлению, которое он производил своей игрой в отдельных матчах, он, на мой взгляд, Месси, пожалуй, даже превосходит. Но, как в принципе Женя уже сказал, по тому, какое время он показывал игру высокого уровня, тут как бы, конечно, Месси уже очень долго держит уровень. А вам не кажется, что вот как раз-таки переход Роналду-Реал, да, как раз-таки подстегнул двигатель развития Месси, да, как и они оба об этом говорят, в принципе. Почему такая история не сложилась с Роналдинио? Что он в долгую не мог держать тот же уровень. В реале же есть тоже были в тот момент, в его приход, великие игроки? Ну, вот я как раз-таки слышал такое мнение, что если у Месси и Роналду они есть друг у друга и им нужно постоянно совершенствоваться и побеждать, чтобы превосходить друг друга, то есть это такая взаимная мотивация для них. То у Роналдинио не было такого человека, который бы постоянно его подстегивал и заставлял расти. То есть, видимо, все-таки разница между Роналдинио и другими игроками, она была больше, чем разница между Месси и Роналду в их эпоху. Рома, как ты считаешь? Мне кажется, тут дело именно в характере Роналдинио и его отношении к игре. В принципе, мне кажется, он именно поэтому не очень долго такой высокий уровень показывал. Но и к игре, и, может быть, вообще к жизни. То есть он же, в общем-то, кайфовал всегда, что на поле, что потом начал за его пределами. То есть он гораздо больший тусовщик, чем Месси. Ну, хотя, блин, практически любой футболист гораздо больший тусовщик, чем Месси, по-моему. Месси – это Смегин. Ну да, мне кажется, еще в силу своего характера получилось так. Не хочу обвинять Роналдинио в непрофессионализме, но… Но типичный Бразил. Ну да, типа того, да. При всех плюсах, опять же, все-таки. Перейдем к следующему вопросу. Связки в полузащите. Великая связка, да, вот Хави и Ньеста, да, вот как раз-таки, которые Бускетс, которые все гвардиолы олицетворяют, да, вот это длительное время контроля мяча. Вам не кажется, что эта связка была сколько? Два-три года продержалась, да? Не то, что в силу возраста, а в силу того, что рецепт был найден, как играть против Барселоны, довольно-таки быстро. Интер все-таки Мауринио показал, как это делается, очень качественно. Вам не кажется, что это был шаг вперед, но потом этот шаг вперед, например, очень скучно казался, например, смотришь Барсел с Эльчи, да, каким-нибудь, где Барселона 90% владеет мячом и катает возле штрафной, потом дает на пустые ворота на мессе. Вот. Не кажется, что этот футбол быстро устарел? Тот футбол, который прививал Гвардиола? Да. Ну, они же больших успехов дали с этим стилем. Да и то, что против любого приема найдется контрприем. И то, что Интер Мауринио это сделал, это еще делал и Рубин, и Курбан Абекевича. Селтик это делал. Бердыила, да. Ну, против любого оружия найдется какая-то оборона. И вот в данном случае автобусный футбол был как контрприем. То есть, ну, это со всеми случается. Тем не менее, я бы не стал умолять заслуг Гвардиолы, тот футбол, который он привил. Это было новаторство, и которое, ну, новую, может быть, эпоху основало в том времени. Ну, не кажется, что футбол этот был скучным? Что смотреть на матчи Барселоны со слабенькими или средними командами было, ну, очень тяжело? Ну, в чем-то тяжело, но это был их стиль. И поскольку они, и Гвардиола его прививал, отступать от него было, ну, как-то не по канону на тот момент. Рома, скажи, вот тренерская, не то что чехарда, все вот последующие тренеры после Гвардиолы, среди них только вот Луис Энрике добился успеха вот в Лиге чемпионов после. Не кажется ли, что руководство после того, как Гвардиола ушел, забоялось кардинально менять вектор развития? Возможно, оно и так. На тот момент, когда Гвардиола уходил, это 2012 год, если не ошибаюсь. В принципе, все еще довольно неплохо работало. После Гвардиолы главным же был его помощник Тита Виланова, который потом, не скажу в каком году, но, мне кажется, относительно скоро умер от рака, к сожалению. Вот, а так, не знаю, мне кажется, прямо кардинально что-то перестраивать, в общем-то, и не требовалось. Барселона, правда, чем дальше, тем больше становилась отчасти заложником того, что в ее составе есть Месси, потому что вокруг игрока уровня Месси невозможно не строить команду, и мы как-то уже говорили о зависимости команды от ее лучших игроков, она как бы всегда присутствует. Ну, не сказать же, это не так было явно при Луисе Энрике, когда был Неймар и Суарес, что прям команда прям зависела от Месси. В многом же матчей как раз-таки они вытаскивали на себя. Да, если конкретно о зависимости от Месси говорить, то, пожалуй, только Луис Энрике, да, из всех последующих тренеров, были близко к тому, чтобы решить эту проблему. То есть там, да, хватало матчей, которые тот же Неймар вывозил на себе. Я бы еще добавил то, что это говорит и об уровне игроков. То есть на тот момент были Неймар и Суарес, сейчас у Месси нет партнеров, которые были бы хотя бы близки к уровню Неймара и Суарес с того времени. Ни Гризман, ни Дембеле, по-моему, далеко не показывают тот футбол. Ну, а другие, к примеру, Педри, просто молодые еще. Адзу Фати, они пока еще не дошли до того уровня, может, со временем. Поэтому сейчас Месси зависимость стала более явной. Тут безусловно. Хотел бы еще добавить, что при Луис Энрике Барселона играла довольно-таки... Да, тот же контроль мяча, конечно, сохранялся, но он был не таким тягучим, более... мяч быстрее ходил. И вот как раз-таки уже, к сожалению, не Хави и Ньеста уже... По-моему, Ньеста уже не было, да? Или он закончил, Ром, не помнишь? Ньеста, по-моему... Он выиграл Лигу Чемпионов тогда? Да, в 15-м году. Да-да-да. Он же в 17-м, по-моему, это закончил. Ну вот, он... да, вот вместо Хави был Ракитич. Это то, что 100%. Да, была потеря в качестве, само собой, но зато в зрелищности проблем не было, потому что Неймар и Суара сдавали эту зрелищность нестандартными действиями, индивидуальным уровнем своим. Вот. Еще хотелось добавить. И при Луисе Энрике этот контроль был более, как сказать-то, не завязан на том, что Барса боялась потерять мяч. У Гвардиолы и по сей день не такое остается. Это метод защиты, да? Мяч у нас мы не пропустим. А у Энрики такого не было. Как раз-таки в те годы отличной формы был Жерар Пике, Альба, Дани Алвес. Они как раз были в пиковой своей форме. Да, я думаю, Серхио Бускетс был тоже, наверное, лучший на своей позиции. Поэтому таких проблем не было. Давайте перейдем к руководству Барселоны. Что можете сказать о Бартомео вообще в целом, о его периоде в Барселоне? Рома? Да, хорошего на самом деле мало. Ну, отчасти еще и потому, что плохое и запоминается лучше. И последние впечатления прям совсем печальные. То есть я вот сейчас пытаюсь вспомнить что-нибудь хорошее. И как-то не получается. Получается, что самое хорошее, что он наконец-то ушел. Ну, а положительные стороны? Какой пару моментов можешь назвать его руководство? Блин, да что? Как-то сложно на самом деле. Я вот сейчас еще пытаюсь вспомнить, с какого года он стал. Во главе. Он с 14-го. Ну, ты просто его сейчас выставляешь прям злодейским злодеем. Абсолютным. Понятно, что как бы он не делает что-нибудь плохое каждый день или каждый месяц даже. То есть в принципе же о прецедентах многих клубов мы большую часть времени не вспоминаем вообще. Ну, а тут приходится вспоминать о нем. Он все-таки о себе дал знать. Он даже вброс сделал про Суперлигу. Если вы помните. Про Суперлигу хорошо помню. Вчера мы пишем этот подкаст на момент, когда Суперлиги уже не стало. А вчера она еще была. Вот вчера, собственно, на спальсе писали, что Бартамеус полил всю контору. Типа, даже тут умудрился подгадить. Женя, есть что добавить? От себя хотел бы добавить. Вот Рома правильно заметил, что запоминается последнее впечатление. Мне не понравилось больше то, что вот ближе к концу уже своей деятельности в Барселоне они стали как-то абсолютно отходить от того, от тех традиций, которые были во времена Гвардио. То есть активное задействование воспитанников Академии. Но Академия тоже провалилась. Они в Сигунды вылетели, помимо этого. Провалились, я не спорю. Но и вместо этого Барселона стала чаще прибегать к дорогостоящим трансферам. Будь то Каутинио, особенно Дембеле. И так далее. То есть сама вот эта вот подача была уже непривлекательной. Рома, вопрос такой очень сложный. Но подскажи, почему все еще Барселона не нашла замену Пике? Тут на самом деле вопрос еще, почему Барселона не может уже долгие годы найти хотя бы в пару Пике центрального защитника, который будет одного с ним уровня и в долгую сможет этот уровень поддерживать. Но есть проблема с тем, чтобы купить крутого центрального защитника в принципе не только у Барселоны, но и проблема с тем, что денег на трансферы последние годы, насколько я понимаю, достаточно мало после таких замечательных переходов, как уже упомянутый Каутинио, Дембеле. Да тот же Гризман, в принципе. То есть как-то в защиту, никого с именем, вот в защиту покупать как-то особо не пытались. И Сумтити, наверное, единственный защитник за последние годы, про кого я хотя бы знал, кто это, когда он покупался. А Климан Лангле ты не знал, что ли? Да, я хотел вспомнить Лангле, но это все-таки было уже довольно давно, и это достаточно странная покупка была тоже. Купить кого-нибудь у Севилии и у Валенсии, у Барселоны, это, по-моему, обычное дело. Ну да, но вот Кунде бы сейчас вот купили у Севилии, по-моему, прекрасно было бы. Я думаю, вам надо поставить в очереди с Манчестер Юнайтед. Я думаю, они впервые его заберут, так что давайте не будем об этом игроке говорить. После Дани Алвеса на позиции правого защитника, был ли адекватный игрок? Не его уровня, само собой его уровня не найти, хотя бы по среднему хорошего уровня. Вот сейчас есть Сержиньо Дест, который вроде бы как перспективный парень окажется, а вот этот провал, который между эпохой Алвеса, что скажешь? Ну, если предположить, что у Деста все будет получаться, и сейчас мы наблюдаем начало его эпохи, хотя, конечно, об этом еще громко говорить, то получается, что вот этот период между ним Алвесом, лучшим игроком на этой позиции, по, как сказать, по уровню игры, которую показывал стабильно, был Серхи Роберто, который, в общем, не совсем правый защитник изначально. Но была такая проблема, да, много лет. Периодически Роберто выдавал матчи, после которых казалось, что, как бы, окей, никого туда больше покупать и не надо. Но это был периодически. Ну да, ну и, конечно, хотелось кого-нибудь ближе уровнем к Дани Алвесу, тем более, что Алвес несколько лет после ухода из Барселоны еще так играл, что казалось бы, что надо не кого-нибудь похожего на Дани Алвеса, а самого Дани Алвеса просто вернуть. Не думаю, что такая же проблема возникнет с левым флангом. То уже стареющий Жорди Альба скоро сдаст, а он уже потихоньку сдает. И такая же дыра возникнет на левом фланге. Да, в принципе, по всему полю практически есть проблема с тем, что лидеры прошлых лет стареют. И Пикетту уже упоминал, да, и Альба, безусловно, и Бузкиц, да и Месси, в конце концов. То есть, как бы, что будет с Барселоной, например, через пять лет, мне пока сложно представить. Замены прямой, в общем-то, никому из них, можно сказать, не просматривается. Но Бузкица разве что как-то пытаются заменять, пока не впечатляет, скажем так. Но и сам Бузкиц относительно молодого себя тоже уже достаточно заметно сдает, по-моему. Я тут вспомнил, вот ты заговорил про замену Альбы. У Барселоны же была возможность решить эту проблему, когда они могли подписать Альфонса Дэвиса. Но Бартамео, узнав о том, что тот канадец, отказался от этого. А вот сейчас, глядя на то, что он делает в Баварии, выглядит, конечно, очень обидно. Что удивительно. И Гвардиола тоже услышал, что есть канадский защитник левый. Он сказал, что канадец и футболист – это два разных понятия. Удивительно, что у него такие были стереотипы в этом плане. Канадцы в основном, конечно, в хоккей играют. Бывают и футболисты. Нет-нет. Тебе, Женя, вопрос. Тебе не кажется, что позиция и вообще стиль игры Бускетса, самого как футболиста уже, он устаревший? Что он на своей позиции уже выглядит не очень? Что игроки этого амплуа должны выглядеть примерно как Казимира в реале? Ну, возможно, так и есть. На мой взгляд, сейчас еще затрагиваю предыдущий вопрос по уровню игрока, который сейчас, на мой взгляд, может претендовать на игрока уровня лучшего, лучших времен Бускетса. Это Фрэнки де Йонг, который, несмотря на то, что он, конечно, еще полностью, очевидно, не раскрылся, он все еще молодой игрок. И это, на мой взгляд, тоже может быть путь в долгую в Барселоне. То есть игрок, у которого отличное чтение игры, в центре поля эту позицию крепко занимает, по крайней мере, на данный момент. Что касается Бускетса, то вполне возможно, что игрок, который обладает качествами на высоком уровне, но вот именно теми качествами, которые он обладал, то что они уже не так котируются в современном футболе. Роман, вопрос к тебе. Рональд Куман, давай поговорим о нем. Что ты можешь сказать по поводу этого сезона, который еще, само собой, не завершился, еще, возможно, еще победа в Ла Лиге, потому что там идет такая борьба, которую как раз-таки уже во второй части сезона навязали Реал Мадрид и Барселону Атлетику. Давай поговорим о Кумане именно. Что ты скажешь о его приходе и его прогрессе, если он есть, этот прогресс? Так, ну, когда приходил Куман, особого восторга у меня это не вызывало, ну, то есть, как бы я уже успел узнать, что в Барселоне он в свое время играл, и как бы вроде как свой, но с другой стороны, особых тренерских успехов у него в карьере вроде как и не было. Единственное, что сборная Голландии играла неплохо, откуда он и приходил, но футбол сборных от футболоклубов отличается, в общем, достаточно существенно, поэтому каких-то особо положительных ожиданий не было от его прихода, но, в принципе, общее состояние команды как-то тоже позитива особого не вызывало после прошлого сезона, тем более, что прошлый сезон еще и доигрывался летом, и Лига Чемпионов доигрывалась летом, да, и вот после последнего вылета из Лиги Чемпионов как-то ожиданий от нового сезона было положительных прям вообще мало. Вот, а так сезон в чемпионате, по крайней мере, складывается довольно-таки неплохо, я бы сказал, конечно, при этом надо отметить, что оба классика проиграны, и в целом именно матч-менеджмент Кумана в крупных матчах, которые складываются не в пользу Барселоны, он как-то не впечатляет, то есть умение переломить игру я у него не наблюдаю. Единственное, в кубке получилось отыграться после поражения от Сивилии в первом матче, в матче с Атлетиком, когда, в общем-то, который был уже практически проигран, но его все-таки умудрились перевести в дополнительное время и выиграть. А так, вот, что классика, что матч с Атлетико, что матчи в Лиге чемпионов с ПСЖ, ну, то есть матчи с соперниками топ-уровня, они, в общем-то, все практически проиграны по делу, и каких-то, как сказать-то, понятных мне, что ли, попыток исправить эти матчи по ходу, я от Кумана не увидел. Вот, а так, в целом, ну, сейчас очень много новых и молодых игроков, которых он пытается интегрировать в состав, и в целом это у него, наверное, неплохо получается, учитывая, что Барселона продолжает бороться за чемпионство, хотя тут заслуга, конечно, не только Кумана и не только Барселона и Реала, в принципе, в том, что они в гонке, но и провал Атлетико в этом календарном году, учитывая, сколько очков отрыва у них было до этого. Я, на самом деле, хотел бы немного заступиться за Рональда Кумана, акцентируя свое внимание на том, насколько сложный период он пришел к Барселону. То есть, до этого были дорогостоящие трансферы, то есть, по сути, в плане финансового фейерплей клуб был в очень невыгодном положении. Помимо этого, пандемия тут, конечно, касается не только Барселоны, а вообще всех клубов, но этот фактор тоже сыграл. То есть, стареющий состав, тот костяк, который был, он, безусловно, старел, включая и лидера команды Месси. Плюс Рональд Уман, вот о плюсах имеющихся его работы, это то, что он не пытается совсем уйти от зависимости от Месси, это невозможно, когда Месси находится в составе, но хотя бы снизить уровень зависимости от одного игрока. И, как уже о чем говорил Роман, это омоложение и интеграция молодых игроков в основу, будь то Сержиньо Дест, Пэдри, Тринкао, Ансу Фати уже более известный. Он сейчас травмировал, но я надеюсь, когда он вернется, он продолжит демонстрировать лучшую игру. Поэтому плюсов работы Кумана, они есть и, на мой взгляд, довольно весомые. Просто много факторов сложилось, из-за которых, возможно, мы без них увидели бы работу Кумана еще более явной. Но пока имеем то, что имеем. Вот, Женя, тебе не кажется, что как тренер у него, как у тренера, точнее, правильно, единственный план Б – это выпустить всех атакующих футболистов на замену, включая и Брэд Вейта. В любой непонятной ситуации, когда матч плохо складывается, просто выпускает всех атакующих футболистов. К сожалению, перестроение команды в самом матче, вот это может быть только после перерыва, который он делает, да, но есть его, видно, что или конкретной игре, как вот Барселона с Пассажей в ответ этой игре подготовилась. Видно, что Барселона хорошо подготовилась к этой игре и играла довольно-таки, ну, первый матч. Пассажей играл от результатов первого матча, само собой. Игра с Баварией тоже бы это показала. Потому что у Кумана план Б – выпустить просто всех, что вариативности, все-таки он мало дал Барселоне. Да, я соглашусь, что про вариативность, что Куман как тренер не гибок, и план выпустить под конец матча всех атакующих игроков, это уже просто называется пойти в навал. это, в принципе, свойственно любому тренеру в любой команде, когда нужно отыгрываться уже просто край, вот время заканчивается и свистать всех наверх. Это такой прием. Не слишком часто это происходит? Ну, возможно, это говорит еще о недостатке каких-то идей. Ну, может, еще и вот как предсезонной нормальной подготовки не было, ну, как вот к пандемии относится, к тому, что... Еще вопрос по Куману. Сейчас пришел новый президент. Как вы считаете, и Роман, и Евгений, Куман, это все-таки с ним есть будущее, или это как раз-таки кризисный менеджер, который пришел на пару сезон или пару, и в следующем сезоне, например, придет более сильный менеджер типа Нагельсмана, например, молодой? Ну, вполне возможно, что окажется так, что Куман останется в роли, как ты сказал, кризисного тренера, временного. Вот это будет какой-то такой перевалочный пункт, но я бы все-таки еще дал ему какое-то время, и если уж совсем, ну, продолжится то, что мы наблюдаем сейчас, то тогда уже, конечно, нужно будет приглашать более перспективного специалиста, но, опять же, вопрос, кого? Вот ты сказал о Нагельсмане, но он ведь очень молод, и как он будет вот это вот, контролировать такую команду, ведь у него до этого были кто? Хофенхайм и Лейпциг. Лейпциг, хоть и, ну, выше Хофенхайма по уровню и эпатажу, но, тем не менее, а Барселона – это уже грант со звездами в составе, и не будет ли ему сложно работать, и Месси, кстати, еще никуда не делся. Он, конечно, может куда-то уйти, но сейчас он еще в команде. Это сложный вопрос. И насчет Нагельсмана тут все чаще-чаще появляются новости, что, по-моему, вообще уже решенный вопрос, что Флик уходит из Баварии и уходит в сборную. Так вот, Нагельсман, я думаю, вероятнее возглавит Баварию, чем Барселону. Рома? Ну, я тоже соглашусь, да, вполне может статься, что Куман будет именно таким вот тренером именно на этот трудный период. Единственное, что мне не кажется, что следующий сезон прям будет намного легче. То есть большой вопрос, получится ли кого-то еще купить летом в основу, и будет ли Куман вообще кого-то требовать, если он останется. А после победы в Кубке, в принципе, писали, что вроде как Кумана хотят оставлять еще на следующий сезон. Но, как бы, если оставят, то уже по итогам следующего сезона надо будет смотреть, оставлять или его дальше. А вот уже кого назначать там, если, опять-таки, его оставят сейчас? Вопрос совсем сложный. Возможно, Хави уже созреет для того, чтобы тренировать Барселону. Ну, я так понимаю, он мечтает о том, чтобы потом возглавить этот клуб. Он, по-моему, из своего команды, которая в чемпионате Катера без поражений прошла и заняла, ну, само собой, первое место. Вот. Надеемся. Алисат. Да. Но не кажется ли, что Хави придется сначала, допустим, условно, Асасуну потренировать, прежде чем тренировать такой клуб? Луис Энрике же, например, тренировал другие команды, прежде чем прийти в Барселону. Я думаю, что эта позиция более правильная. То есть, набраться опыта на команде, которая играет уже в этой же лиге, может быть, но просто пониже уровнем. Ну, и Хави, конечно, понадобится очень много и времени, и возможностей. То есть, ему нужно в его руки дать много, так сказать, ну, не власти, а чтобы у него был контроль во многих аспектах, когда он придет в Барселону. Я думаю, это ему вполне могут предоставить, поскольку, ну, кем является Хави, для Барселоны это известно. Рома, вопрос тебе. Ты как раз про Бартемейл говорил много. Тебе не кажется, что выбор Кумана это было правильное решение позвать легенду клуба, который больше всех до определенного момента забивал среди защитников в Ла Лиге, только вот недавно его Рамос обогнал по количеству уголов и довольно-таки с таким сильным характером человека. Это его одно из последних решений. Оно верное, как показывает время, или можно было что-то другое придумать? Возможно, были варианты и лучше, они почти всегда есть, но по этому сезону я склонен считать решение назначить Кумана оправданным и правильным. В общем, это действительно можно занести Бортамоу в плюсы. Евгений, вопрос тебе. С Месси Барселона дальше будет развиваться или это тупик развития на данный момент? Ну, здесь, смотря насколько игра будет зависеть от Месси. То есть, если Месси будет ее дополнять, то Месси даже сегодняшний является очень сильным футболистом. если рассматривать его как лидера, то вскоре я думаю, уже от этого вынуждена будет Барселона отойти и строить игру либо вокруг кого-то другого, либо вообще без яркого лидера, а более командно и компенсационную игру. Вот, как-то вот так. То есть, Месси, как игрок, вокруг которого строится вся игра, это уже все-таки пройденный этап. Тогда еще дополнительный вопрос. Какой тренер вы мог бы это реализовать помимо Хави? Хави вы называли? Какой бы тренер ты бы видел, который мог бы такое видение? И неестно, когда начнет тренерскую карьеру. Да, отличный вариант, да. И давайте к концу немножко как раз подводя итоги поговорим. Барселон сейчас в очень сложном положении, все равно и финансово сложном, и Суперлига у них тут очень сильно удалось. И Месси стареет, Хави, Инеста еще не набрали того опыта тренерского. Ну, я про Хави имею в виду правильно пускать, и Инеста еще не тренирует. Вот. Стареющие лидеры все уже выходят. Смена поколений, более правильно будет сказано. Но Барселона по-прежнему остается силой. За счет чего это Барселона по сей день остается грозной силой. Вот. И сейчас она претендует еще на трофей в виде победы в Ла-Лиге. Да, Атлетик отдает, назовем так его правильно, что провалил вторую часть чемпионата, проваливает. Но в целом, почему по сей день Барселону все еще боятся? Ну, бояться ее, возможно, уже не так сильно, как раньше, когда она была прям грозной силой. Но по сей день это продолжается, наверное, потому что это клуб, который уже на протяжении долгого времени находится в топе европейского футбола. Это и большое количество болельщиков, и сильные тренеры, ну и звездный состав, который, опять же, может быть, сейчас уже, возможно, самый не звездный за последние годы, но, тем не менее, он таковым остается. И все эти годы Барселоне удавалось быть одним из тех клубов, которые на вершине. Несмотря на многие провалы в Лиге чемпионов, они все равно выигрывали внутренние трофеи, и вот за счет этих факторов, на мой взгляд, сохраняют свой статус. Роман? Ну, да, соглашусь. В общем, Барселона все равно остается Барселоной, и даже стареющие лидеры все еще топовые игроки, хотя уже не все 90 минут иногда. Ну, да, действительно, бояться меньше, мне кажется, кто-то типа той же Севильи в этом сезоне вообще уже не боится, а команды рангом пониже в Испании, они как бы по-прежнему даже с учетом нынешнего состава Барселоны, игроки в ней уровнем повыше, чем в этих командах, поэтому и боятся. Ну, и последний вопрос, Ла Лига последних годов намного слабее АПЛ, как сама Лига по среднему уровню? Ну, на мой взгляд, на порядок. То есть, если брать вот не топ, не только топ-клубы, да, Реал там трижды выигрывал Лигу Чемпионов до этого Барселона, вот, хотя здесь тоже можно поспорить, потому что затем был сезон, когда два финала были полностью английские, Лиги Чемпионов и Лиги Европы, и в этом году это, конечно, маловероятно, это может повториться, в принципе, вот, а если брать и средние команды, и команды из нижней части турнира этой таблицы, то, на мой взгляд, АПЛ превосходит, ну, и что, главное, АПЛ превосходит Лигу и превосходит давно в конкуренции чемпионата. Большое количество клубов могут конкурировать друг с другом. Рома, твое мнение? Ну, даже сейчас, наверное, не совсем корректно именно АПЛ и Лигу сравнивать между собой, но если все-таки надо сравнить, то, как бы, да, мне тоже кажется, что АПЛ сейчас явно сильнее, а помимо этого Лига еще и существенно слабее, чем она сама же была лет пять назад, вот, а команды среднего уровня Лиги и АПЛ сравнивать сложно, потому как они практически нигде не пересекаются, ну, и опять-таки, это, а это происходит потому, что в АПЛ слишком много грандов, то есть, если бы та же Гранада играла в Лиге Европы не с Манчестер Юнайтед, а с каким-нибудь там условным Нью-Касселом, я не знаю, было бы, возможно, более показательно, как встреча средних команд своих чемпионатов, хотя, ну да, в принципе, Гранада под среднюю команду вполне подходит, Нью-Касселу скорее не очень. Для них есть турнир Лига Конференции, специально созданный для таких матчей. Ну да, когда запустится Лига Конференции, возможно, там наконец-то можно будет сравнить тех середняков, на которых звезды набивают свою стату, по мнению хейтеров этих звезд. Там еще Спартак свое место уверенно займет в Лиге Конференции. Да, но это-то безусловно, да. Главный фаворит будет в своей группе. Один. Ну, после победы в кубке вач-привер, конечно. Да, когда еще в группу заявятся Сангарин и Аек, еще добавок, я думаю, будет вообще огонь. Это был подкаст о великих клубах. Сегодня разбирали в Барселону. Спасибо вам, Роман и Евгений. Спасибо. До свидания. Спасибо. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok